Всем привет! Здравейте на всички! В принципе, после слов Эдди и пастора Геннадия можно уже ничего не говорить. Если думаете на пастор Геннадия, Эдди мога ничто да не казвам. Но я все-таки поделюсь. Но аж пак что споделю. А то я уже два месяца не могу поделиться этим словом. Два месяца не могу да споделю слову. Столько проповедующих. Толково и махора какую-то проповедовать. Но я верю, что так и должно было быть, что вот. Но аж верю вам, че такая треба ваше добуды. Слово, которое я подготовил, которое Бог дал. Слово, которое я подготовил, Бог мне го дал. Еще месяца-два назад. Още преди два месяца. Я должен был его сказать именно сегодня. Но требаше да го кажа именно днес. Вот ежедневно каждый из нас Всеки день, всеки един от нас Пытается как-то улучшить свои взаимоотношения с Богом. Всеки се опитва да подобри своите отношения с Богом. Понимание Бога, чувствование, конект. Разбирание, усещание, свръзка. И делает для этого очень много разных вещей. И правит различные штазы тува. Изучает Библию. Изучала Библия. Молится. Молится. Смотрит разные проповеди, подкасты. Глядя различные проповеди. Ищет разные варианты. Торси различные варианты. Но задумывались ли вы когда-нибудь, насколько отношения в семье, с семьей влияют на взаимоотношения с Богом? И вот сегодня я бы хотел как раз таки об этом поговорить. О семье. Давайте откроем первое место на сегодня. Первое послание Тимофея, 5 глава, 8 стих. Первое послание к Тимофея, 5 глава, 8 стих. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. На экране можете видеть перевод. В Библии очень много мест, где говорится о том, насколько важно иметь очень хорошее отношение в семье, с семьей. И что говорит Библия о том, кем для нас является Бог? Он является нашим отцом. Нашим небесным отцом, а мы его дети. И вот как вы думаете, влияют ли наши отношения с нашими отцами тут на земле, с нашим небесным отцом? Если мы не слышим, не слушаем наших отцов, не прислушиваемся к ним, не общаемся с ними хорошо, то как мы можем заявлять, что мы на 100% понимаем, что нам говорит Бог Отец? Все, что мы получаем, как ответ какой-то, что это именно от Бога Отца? Знаете, вот у меня лично был период в жизни, когда вот с отцом были недопонимания. И там вообще по глупости это все произошло. Всичко това все случилось по глупости. Действительно, недопонимание. Моя гордыня. Моя гордость. И я около двух лет вот прям вообще не хотел ни общаться, ни видеться с отцом. Аз две години не исках да общувам с баща си, не се виждах с него. И знаете, вот проанализировав эти два года, я заметил, что я не сделал никакого скачка по жизни, никакого роста. Потому что все, что мне говорил Бог, я вообще проходило мимо ушей, я не слышал. Вот как раз таки потому, что у меня с отцом были плохие отношения. И вот этот вот канал был нарушен. И когда я это понял, я начал молиться, начал стараться улучшать отношения, общение. И знаете, был забавный момент, они приехали в Болгарию на море. И мой отец попросил у меня прощения. А это вот, чтобы вы понимали, настолько большое чудо, что получается на 20-21 год жизни, но на тот момент. Мне очень тяжело вспомнить моменты, когда папа у кого-то просил прощения. А тут я услышал эти слова. И я прям вот меня тронуло. Я понял, что молитвы мои работают. И наши отношения с отцом стали, ну вот прям идеальными. И знаете, вот именно в тот момент, у меня как будто открылись уши. И я начал получать откровения. Я начал слышать то, что говорит мне Бог. И это вот только потому, что я вот наладил свои взаимоотношения с отцом. Да, в жизни бывают разные ситуации. У каждых людей отцы могут делать разные вещи, могут делать и разные страшные вещи. Различные семейства, баштиты могут направить некоторые страшные нечто, некоторые другие нечто. Но самое важное, это никогда на них не обижаться, никогда не обижаться, всегда прощать, молиться за них, особенно в таких вот ситуациях. Пытаться наладить хоть какое-то общение, и вы увидите, как Бог будет менять вас, ваших отцов, ваши взаимоотношения, и в целом вашу жизнь. Да, это процесс, это период, но его нужно пройти, потому что от этого будет зависеть ваша жизнь. И от того, насколько вам по жизни будет что-то удаваться, или что-то получать какие-то ответы. И това ще зависи, как ще живеете, и дали ще преуспявате. Знаете, вот, особенно по советском пространстве, от мы воспитаны, не смеет воспитания в советское время, и наши родители, они не особо научены зачастую говорить слова любви. Особенно отцы. Мужчины, в принципе, по натуре своей более такие, черствые будут грубо сказано, но менее чувствительные, скажем так, менее предрасположены к вот такой ласке любви. Но знаете, насколько сильно влияет, когда вот ребенок, неважно, сын, дочь, особенно в таком большом возрасте, подходят к отцу и говорят, я тебя люблю. И если были какие-то недопонимания, какие-то вот такие закрытые замки, двери, то одна простая фраза, то одна фраза, один израз, готова вот все эти замки, все это убрать. Тя е готова да примахне всички препятствия, които имало между хората. Самое главное, это действительно внутренне простить, если есть какие-то недопонимания или обиды. Да, простим тези хора, ако имало някакие недоразбирания. И действительно понять, насколько ты любишь этого человека. И наистина, ты разберешь, колко обичаш този человек. И тогда ты сможешь стопроцентно заявить, что ты любишь и Бога тоже. И вы увидите, как действительно жизнь будет меняться. Идем дальше. Как вы думаете, наши взаимоотношения с нашими матерами влияют на наши взаимоотношения но уже не с Богом, а с Духом Святым. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу с 26 по 27 стих. От 26 до 27 стих. Сегодня, что самое интересное, Аня его цитировала уже. Мы не сговаривались. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Вот видите, слово утешитель с большой буквы. Это говорится о Духе Святом. И знаете, в русском языке Дух Святой имеет форму мужского рода. В русский язык Святой Дух форму на мужский род. Но есть некоторые языки, в котором Дух Святой имеет женский род. В какой-то Святой Дух имеет женский род. И что делает Дух Святой с нами? Какой правит Святая Дух с нас? Назидает. Назидава ним. Утешает. Утешава. Обличает. Обличава. Изобличава. А кто в семье зачастую несет эту роль? А кое в семействе носит тази роли? Мама? Мама. Она может успокоить. Она может успокоить. Она может делать замечания, сказать, вот тут не так сделал, вот там не так сделал. Она может доказывать какие-то забележки. Зачастую, поскольку больше времени мамы проводят с детьми, они больше му их учат. Най-често майките прекарват повече время с децата си, те повече ги научават на нещо. И знаете, вот давайте откроем Матфея. Ще отворим Евангелието от Матфея. 12 глава, 31-32 стих. От 31-32 стих. Посему говорю вам, «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Вот смотрите, вот говорится, что если на Иисуса сказать хулу, то простится людям. А если на Духа Святого, то не простится. И вот сестры не знают, как у вас в взаимоотношениях во дворе, когда играли. Но у братьев про маму нельзя было говорить плохого. Мальчики могли, а вот мой папа твоего папу побьет. Мой папа умнее твоего папы. И это где-то раздражало. Но в целом не приводило к каким-то серьезным конфликтным ситуациям. Но если кто-то скажет что-то плохое про мать, все это уже приводит к последствиям. И это во всех возрастах. У меня была ситуация, мне родители рассказывали. Что я в садике, когда мне было почти 4 года. Я с одногруппником подрался, потому что он что-то плохое сказал про маму. И это вот видно, и в Библии об этом сказывается про Духа Святого. И вот по аналогии это действительно влияет на отношение с Духом Святым, отношение с Матерью. Потому что так же, если мы поссорились с нашими матерьми, то мы упускаем возможность, где можем вот так утешиться, чему-то научиться, где-то что-то понять, что где-то что-то не так сделали. Потому что действительно наше сердце закрыто на принятие Духа Святого. Мы не понимаем и не видим тех вещей, где Дух Святой говорит, ты здесь не прав. Или говорит, подуспокойся. И говорит, вот-вот-вот, лучше вот так, вот так сделай, давай-давай-давай. Нет, наши сердца закрыты. И это просто проходит мимо нас. И знаете, вот, что самое интересное, у меня есть тут также и жизни пример. Это вот тот же период, когда были плохие взаимоотношения с отцом. Тогда же были плохие взаимоотношения с матерью. И вот, знаете, вот этот период был, когда я не получал никаких откровений. Я всегда думал, что я все делаю правильно. Иду правильно, делаю правильно, решаю правильно. Не замечая, что жизнь идет под откос. А все потому, что вот сердце мое было закрыто на принятие Духа Святого. И я не мог вот принять это обличение. Принять вот назидание какое-нибудь. И только когда я смирился, наладил отношения с матерью, я сразу начал меняться. Там, где я был неправ, мне Дух Святой обличал. Там, где я что-то просил в молитве, Дух Святой брал и назидал, учил меня, чтобы я мог это сделать или мог это получить. Или когда молил за нечто, молитвата Святая Духа, мне показывал, как мог это направить, то я меня научал. И вот все это в совокупности, очень сильно, вот мои отношения с отцом и с матерью, мои отношения с баштами, с майками, очень сильно влияли на мою жизнь. И опять же, тут та же ситуация, как и с отношениями с отцами, да, бывают разные ситуации в жизни. И так, все, что в Рыске с баштами има различные ситуации. Матери поступают по-разному. Кому-то достается больше любви, кому-то меньше. Неку получала повече любовь, неку получала помалку любовь. Но опять же, какова б не была ситуация, если есть возможность, подойдите, обнимите, скажите, как сильно вы ее любите, или просто напишите, позвоните, если вы далеко. Просто вот та же самая обычная фраза, я тебя люблю. Все, он скрасит день матери и отца, ну, просто любые проблемы уже будут не проблемами. Я вот сейчас каждый день своим родителям это говорю. И знаете, вот они прямо расцветают. Вот мы можем созвониться, они могут быть какими-то грустными, печальными. И вот мы можем поговорить, и потом короткая фраза, я тебя люблю. И все, и ты прямо видишь, как они расцветают. И прямо придается им силы, чтобы решить тот или иной вопрос. А особенно, если вы познали Бога, ваши родители нет. Через вот эту фразу, я тебя люблю, и в общение, Бог будет касаться и ваших родителей. И тогда они тоже познают Его. И действительно почувствуют любовь Божью, которая сильнее даже нашей человеческой любви. И давайте откроем Евангелие от Матфея. 15 главу, 4 стих. 15 глава, 4 стих. Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий на отца или мать смертью да умрет. Другое место, второзаконие. Второзаконие. Пятая глава, 16 стих. 16 стих. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. И этих мест, где говорится, что надо почитать отца и мать, очень много. И везде говорится о том, что жизнь твоя, дни твои будут удлинены. И они будут не только удлинены, но жизнь будет полна действительно радости, красок, приятных эмоций. И действительно, посмотрите, у кого какие взаимоотношения с родителями. Позвоните, напишите им сегодня и скажите, как сильно вы их любите, если есть такая возможность. Идем дальше. У кого есть братья или сестры в семье? Кто старший ребенок в семье? А вот те, кто младший, хотели бы вы иметь старшего брата? Поздравляю, он у вас есть, это Иисус Христос. Вот старшие, вот скажите, вот вас же всегда родители младшим ставили в пример. Вот лично меня, когда вот мой младший брат что-то не хочет работать по дому, мама нашла хитрую схему. Она говорит, а Рома это делал. И вот он, даже если он не хотел после этой фразы, он все, он все делает. И вот знаете, наши взаимоотношения с нашими братьями и сестрами очень сильно влияют на наши взаимоотношения с Иисусом. Потому что вот Как старших ставят в пример, старшие всегда заступаются за младшими. Так же Иисус для нас является примером и Он так же заступается за нас. Вот, к примеру, у меня есть друзья, там два брата. Там разница между ними 3-4 года. И вот старший бил младшего каждый день. Но если младшего кто-то видит на улице, старший всегда защищал. Он всегда это оправдывал, что младшего имеет право бить только он. Но это все, потому что они были детьми еще. Но сейчас, как они повзрослели, действительно, очень видно по ним, как старший действительно опекает младшего. У старшего что-то получается. Он быстро находит вариант, как так же помочь младшему, чтобы у него тоже все получилось. Так же Иисус, Он всегда хочет нам помочь. Он нас защищает. Он отдал жизнь свою за нас, за каждого из нас. Знаете, вот тоже есть примеры жизни, когда два брата. И вот у них самое интересное, что разница в возрасте меньше, там около двух лет. Они никогда не дрались. Они всегда, вот меня всегда поражало, насколько они всегда были дружными. И знаете, вот младший, вот такой более энергичный, более такой был, как бандюган. Помалкия, беше поэнергичен. Всегда косячил. То есть, винаги правил някакие грешки. Но старший всегда брал на себя удар перед родителями. В принципе, перед семьями, но особенно перед родителями. И знаете, вот я заметил и по своей жизни, как взаимоотношения с младшим, в принципе, с братом. Влияет на взаимоотношения с Иисусом. У нас с младшим братом 13 лет разница. И я всегда, я долго лет, во-первых, ждал, чтобы у меня появился младший брат. А когда он появился, все, я стал действительно его как опекун. А когда он появился, я нестинно заплачу, чтобы я не грижу за него. И даже в самые какие-то тяжелые времена, когда мне грустно, пообщавшись с младшим братом, мне всегда становится хорошо. И вот даже, когда вот был тяжелый период плохих взаимоотношений с родителями, с младшим братом у меня всегда было хорошее отношение. И знаете, это меня спасло от того, что я остался в церкви. Потому что из-за того, что я с младшим братом был в хороших отношениях, моя связь и коннект с Иисусом тоже были в хороших отношениях. И фактически он меня держал, чтобы я не бросил все и не ушел из церкви. А чтобы действительно понял, в чем я не прав. И попросил прощения и помирился с отцом и матерью. И тем самым наладил коннект и с Духом Святым, и с Богом Отцом. И благодаря этому действительно жизнь начала улучшаться. И вот мы посмотрели, рассмотрели, как взаимоотношения с отцом, с матерью, с братьями и сестрами влияют на взаимоотношения с тремя эпостасиями Бога. Возглядых на как наши отношения со с родителями, со с баштасами, со с майками, со с братьями и сестрами, как влияют на с тритой с Богом, со святым Духом и с Иисусом? Но вот мы прочитали первое Тимофея, и там говорится, что со всеми домашними. А у нас из домашних есть еще у кого-то дети. И вот отношения с нашими детьми также очень сильно влияют на наши взаимоотношения с Богом. И знаете, какая самая большая проблема, которую лично я заметил между взаимоотношениями родителей и детей, самая часто распространенная? Это недопонимание. Знаете, потому что зачастую дети и родители разговаривают на разных языках между собой. И мы, как родители, все прекрасно знаем наизусть место из Ефесянам, 6 главе, 1-2 стих. Давайте откроем. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитайте отца твоего и мать твою. Это первая заповедь с обетованием. И вот мы, как родители все, если ребенок не слушается, так. Бог сказал, дети, повинуйтесь родителям. Но мы, как родители, довольно-таки часто забываем чуть-чуть ниже прочитать. Но некоторые родители забираем и дочитаем понадолу малку. В 6 главе, 4 стих. В 6 главе, 4 стих. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Знаете, вот я заметил вот по... В целом вот за 26 лет мои взаимоотношения с отцом. Если мы не берем вот тот отрезок двухлетний, когда был напряженный отношение. Мой отец всегда пытался разговаривать со мной на понятном мне языке. Когда я был ребенком, он всегда так все обставлял, так говорил, что я понимал, что делать нельзя, а что можно делать. Вот что самое интересное, меня мама очень часто наказывала. Но я никогда не боялся. А папа никогда не наказывал? Но я его очень сильно боялся. Только один взгляд я понимал, что я что-то, значит, накосячил. И знаете, вот я замечаю, как папа со мной разговаривал в 20 лет. И как разговаривает сейчас. И знаете, это два разных, две разных манеры общения. Если в 20 лет он как-то больше разговаривал, оставлял про учебу, про развитие. Сейчас он тоже еще это делает? Но сейчас еще он добавил, он часто со мной говорит о бизнесе. И знаете, уже когда я потихоньку-потихоньку стараюсь развить свой, и я начинаю его понимать. И вижу, и благодарю Бога, что насколько действительно есть мудрость у отца. Что то, что он мне, допустим, говорит сейчас, еще там 3-4 года назад я бы этого не понимал. А сейчас я понимаю, прислушиваюсь, и где-то беру пример и исполняю это. И знаете, вот так же и наш Небесный Отец. Он с каждым из нас говорит на понятном нам языке. И он является для нас примером. Так же и мы должны быть примером для наших детей. Если мы хотим, чтобы ребенок вел себя достойно. Если мы хотим, чтобы ребенок умел то или иное. Мы должны быть примером. Мы не должны просто говорить, вот ты должен делать так, ты должен это уметь, но при этом сами этого не делать. Доказываем, что ты должен доправить так, ты должен всегда умеешь, а сами да не можем доправить. Знаете, вот мама очень долго, много лет в школу мучилась исправить мой почерк. И маяками много делуку совпит, что я допромени мой почерк. Потому что она пишет очень красиво, рисует красиво. Я пишу много красиво, рису вам. А меня в целом за мой почерк могут в мед принять. А зарази мой почерк, как пишет, могут им приемать в медицинском языке. И знаете, я всегда оправдывался перед мамой. Говорю, папа плохо пишет, все. И вот я увидел, что действительно я брал пример с отца. Не-не-не-не-не. Отцы всегда являются определенным примером. Родители в целом являются примером. И если мы хотим действительно и с детьми наладить коннект, то действительно должны разговаривать с ними на их языке. И быть примером для них. Тогда я уверен, все будет хорошо. Ну, это лично мой пример. Идем дальше. нам осталось разобрать, как влияет взаимоотношение между мужем и женой. И вот вы сейчас скажете, все понятно. да, мы действительно если будем в хороших отношениях с мужем, с женой, все будет хорошо с Богом. Давай заканчивай. А то уже надо пить чай, кушать бутерброды, тортик. Но я вас задержу. Поскольку есть определенные нюансы, которые зачастую как-то теряются взаимоотношения между мужем и женой. Давайте откроем Эфесянам пятую главу. С 22 по 24 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Братья, на это можно было сказать аминь. И вот мужья зачастую наизусть, прям как отлетают эти места из Писания, прям как... И часто мы же это знают точно твое место наизусть. Но братья зачастую забывают, что чуть ниже написано. Сигурно братья забравят, как купище малку понадолу. Эфесянам, пятая глава, с 25 по 33 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть. Тайна сия велика я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Сестры, на это тоже можно было сказать аминь. Знаете, я вот с нашего венчания с Аней запомнил одну фразу, которую пастор Андрей тогда произнес, которая запечатлилась в моем сердце. Сейчас буду цитировать. Уже не существует по отдельности Романа и Анны. Теперь вы можете жить только как одно целое. И только тогда, когда у вас есть полнота, когда вы вместе у вас есть полнота, и гармония. И вот вспомните те, кто уже женат или замужем. Вот когда вы молодожены в начале, все вы прям прохаете, ваш муж или жена самые лучшие. Все хорошо, все прекрасно. Но когда наступает рутина, взаимоотношения могут немножко ухудшиться. Тогда где-то что-то может уже праздражать, не нравится. И взаимоотношения могут портиться. Вот также вспомните, когда вы только-только уверовали в Бога. Как вы порхали, как вы радовались, как вы хотели со всеми поделиться, все делать, спать, ночевать в церкви, 24 часа на 7 проповедовать на площадях и так далее. Но со временем все это начало утихать. и где-то превращаться в рутина. Действительно, и то, и другое нельзя допускать до этого утихания. Как муж с женой является одним целым, так и мы с Бога. И вот знаете, когда человек начинает обманывать свою супругу или супруга, говорит что-то плохое про них, это даже может быть изменять. Фактически вы обманываете самих себя. Вы обижаете самих себя. И вы оскорбляете самих себя. Потому что вы одноплоть. И все, что вы говорите и делаете в отношении своего супруга или супруги. Вы делаете это по отношению к себе. Лучше давайте делать по-другому. Мужья своим женам, жены мужьям. Ты у меня самая лучшая, ты у меня самый прекрасный. Соответственно, если для мужа жена самая прекрасная, то и он самый прекрасный. Если жена самая лучшая, то и он самый лучший. И фактически вы себя хвалите сразу, не остаетесь в обиде. сказать, добрый не на себе с что? Знаете, вот мне папа всегда говорил, что мужчина не имеет права жаловаться на две вещи. На машину и жену. Потому что и то, и другой он сам выбирал. за что-то и две и избирал сам. И знаете, вот вместо того, чтобы где-то ругаться, лучше сесть и поговорить. Знаете, вот мне очень нравится, как Бог сказал, как парень и девушка должны выстраивать свои взаимоотношения до свадьбы. что не должно быть между ними до свадьбы секса. Что действительно вот этот период, когда мужчина и женщина налаживают какой-то контакт, взаимопонимание, зато мыши жена започна разбирать один друг, подобрать в русской тасси. Знаете, вот я получил такое откровение, что когда человек часто меняет партнеров половых, он в каждом из них оставляет частичку своей души. И знаете, вот этот сосуд любви, в котором каждый из нас есть, он ломается. и потом когда люди женятся, выходят замуж, поэтому и разводов очень много, потому что этот сосуд уже нецельный. И любовь, которая наполняется, она выливается. и мужу и жене не достает этой любви, которую они ищут где-то в другом месте. А Бог, во-первых, всех нас исцеляет, обновляет. Наши сосуды восстанавливаются, наполняются, и когда мы действительно встречаем нашего нужного человека, то наша любовь уже не выливается, а она достается именно нужному человеку. И этот период до брака, он действительно вырабатывает навыки разбираться на месте и спокойно. Действительно, не принимать каких-то решений на эмоции, а успокоиться и спокойно поговорить и найти корень проблемы. И знаете, я очень часто слышу, когда мужья вначале сделают какую-то ошибку или что-то выскажутся. А потом прости, я это сделал на эмоциях. Но знаете, мне как-то Бог дал откровение такое. На эмоциях поступки делают только дети и в большинстве своем женщины. А мужчина не должен руководствоваться эмоциями. не просто так Бог поставил нас во главе семьи. Потому что действительно муж должен быть чуть более рассудительным. И если возникает какая-то ситуация, то надо убрать эмоции и лучше всего спокойно поговорить. и тогда вы видите как проблемы будут легко решаться. И соответственно хорошая цельная атмосфера в семье не будет отвлекать вас от взаимоотношений с Богом. Вы будете начинать ваше общение молитву с благодарности. а не на этих эмоциях, на этой какой-то злости, недовольства. Приходить Бог говорит, ну вот Господь, ну вот она или вот он. Ну вот почему? Ведь ты же мне ее дал, или ты мне его дал. А вы спокойно будете, я благодарю тебя, Господь. Все хорошо, спасибо тебе. И знаете, во всех ситуациях взаимоотношений дети-родители, родители-дети, муж и жена, во вся ситуации отношения родителей-деца, деца-родителей, муж и жена, самое важное это любовь. Потому что Бог каждого из нас очень сильно любит. Настолько сильно, что когда он увидел, что люди идут куда-то не туда, он послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы он понес за всех нас грехи, наказание за грехи, чтобы мы имели спасение и имели эту возможность каждый день обновляться, наполняться любовью и делиться этой любовью со всеми и особенно с нашими домашними. Поэтому давайте помолимся, склоним наши сердца. Дорогой Небесный Отец, я благодарен Тебе за все, что Ты делаешь в нашей жизни за этот день. И я молю Тебя, Господь, наладь наши отношения с нашими родителями, с отцами и матерями. с нашими братьями и сестрами, с мужьями и женами. И если действительно есть какие-то обиды, какие-то непонимания, дай мудрости разрешить это все. Я запрещаю всячески дьяволу ставить эти палки в колеса, чтобы родные и близкие ссорились и этим отделялись друг от друга. Я молю Тебя, благослови наши взаимоотношения с нашими близкими, родными, исцеляй наши сердца, наши сосуды, наполняй их любовью, чтобы мы могли эту любовь изливать на всех людей и особенно на нашу семью. Чтобы через нас изливалась Твоя любовь на них, чтобы через нас действительно они познавали Тебя и через это и мы лучше познавали Тебя. Благослови каждого из нас, все наши семьи, я благодарен Тебя Боже за все, молились с любовью благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...